Начали рожать. Областной центр материнства и детства, что в Мишутино, открыт для рожениц без ковида. Сегодня торжественный день. У нас первая выписка после нашего выхода из ковида. Поздравляем вас с роженицами. Роженицы здоровыми, большими. Ждем вас за дочкой. В этом дню предшествовала длительная подготовка родильного дома. Мы отмывались, брали мазки, сдавали различные анализы, прошли санэпидстанцию. Глава округа Михаил Токарев тоже был в числе поздравляющих. Поздравляем вас. Вы у нас первая теперь, когда родом остались. А назвали Марк, да? Марк. Маленького Марка встречала большая компания, включая его прабабушку, которой именно сегодня исполнился 81 год. Наши жители очень долго ждали этого дня. Все-таки два с половиной года наш перинатальный центр был закрыт. Закрыт, скажем так, на красную, на ковидную зону. И, конечно, это был некий дискомфорт, наверное, всем тем нашим жительницам, которые за это время рожали своих малышей. Но, тем не менее, с понедельника роддом по старому городу открылся, расплакнул свои двери для всех. Мы тем временем развернули родильный дом на полную мощность, на 150 коек, коечного фонда, плюс еще отделение реанимации, отделение выхаживания новорожденных. И постепенно выходим на плановые мощности. Сейчас, на данный момент, примерно на треть уже загружен родильный дом. Возобновляет работы у женской консультации при роддоме в Мишутино. Мы очень ждали, что роддом наш откроется, мы успеем, но в итоге дождались. Здесь очень отзывчивый персонал, очень внимательный. На любые вопросы всегда отвечали. Не было такого, что кинули, бросили, оставили. Нет, все внимательно, очень потерпеливо. Вот в этом мне прям очень понравилось. Огромный опыт выхаживания мамы малышей приобрели врач роддома за время пандемии. Пусть поводов его применить будет меньше, но мамочки и малыши могут рассчитывать на высококвалифицированную помощь посадских медиков. Оксана Мирошникова, Владимир Крючев, Вячеслав Шумов. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...